Приколисты на чердаке Приколисты на чердаке Приколисты на чердаке Да, длинное название, но зато правдивое отражалось всю суть фильма Но и последний фильм, которому я решил посвятить больше времени Это Приколисты с Адамом Сэндлером в главной роли Мало сказать, что фильм меня разочаровал, он меня просто шокировал. При просмотре хотел встать и уйти чистить уши от таких шуток, а они там хуже некуда. Мало того, что они стали ниже пояса про сиськи, пердёж и прочую лабуду, так они ещё ни капельки не смешные, по крайней мере для меня. Но самое обидное и неприятное это то, что Адам Сэндлер согласился играть главную роль в этой так называемой комедии. А с Эти Рогини я уже вообще молчу, он опустился уже давно, как минимум на фильме «Ананасовый экспресс». Но неужели актёр, игравший главные роли в фильме «Сказки на ночь, пятьдесят первых поцелуев, миллионер по неволе, счастливчик Гилмор мог так низко пасть? Не верю. Но всё-таки грустно, и мы будем надеяться и верить, что в будущем Адам исправит эту ошибку. И чтобы добить фанатов, конечно, раз уж фильм пошли некуда, почему бы не включить две сцены порнографического характера с Адамом? Терять-то ведь ничего уже, не правда ли? Сюжет никудышный, много раз использовался, но в предыдущие разы более удачно. Человек смертельно болен, надо исправить все ошибки, извиниться перед всеми и помочь какому-то неудачнику. Но чудо, он выздоравливает, и какое же его следующее действие? Бинго! Конечно же нужно съездить к своей бывшей и разрушить её семью, что может быть лучше. И в итоге, примерно за пять-шесть минут до конца фильма, нужно обязательно осознать все ошибки и извиниться перед единственным лучшим другом, которого ты послал за десять минут до этого. В целом, ярким фанатам Адама Сэндлера не смотреть ни в коем случае, и не портить впечатление об актёре. А любителям пошлого юмора и тупых шуток фильм рекомендован на все сто.